Здравствуйте, дорогие ребята! Рада видеть вас у нас в гостях. Давно мы вас ждем, поджидаем, праздник не начинаем. Давайте сядем редком, да поговорим лотком. А поговорим про русский праздник, по православному покров называется. Это один из самых почитаемых в народе осенних церковных праздников, который отмечается 14 октября. Началу празднику покрова положила история, которая произошла давным-давно. Молились как-то люди в церкви. Блаженному Андрею и его ученику Эпифанию явилось поразившее их видение. В воздухе, над людьми, они увидели Божью Матерь в окружении пророков, апостолов и ангелов. Сняла она со своей головы белый платок и махнула им, благословляя молящихся людей. Она как бы закрыла своим покровом от бед и несчастья. Сколько раз Божья Матерь своим покровом спасала нашу родную страну. Когда казалось, что страна гибнет, она через свои чудотворные иконы проявляла особую заботу о нас и помогала освободить нашу Родину от завоевателей. Как во время своей земной жизни, так и ныне Пресвятая Дева находится с нами, утешая и радуя нас. На покров до обеда осень, а после обеда зимушка-зима. В этот день отмечалась встреча осень-зимой. Само название покров в народе связывали с первым инием, который покрывал землю, указывая на близость зимних холодов. Именно поэтому в этот день было принято утеплять свое жилище и начинать топить печь. По этому случаю пекли блины. К празднику покрова русские крестьяне старались убрать весь урожай и сделать заготовки на зиму. С покрова начиналось зазимье. Скот уже не выгоняли на пастбище, а держали в хлевах и переводили на зимний кор. Поили водой, слитой через решето, чтобы животные не болели. Малых детей тоже обливали на пороге дома водой через решето, оберегая от болезней. После покрова начинались посиделки. В воскресные дни устраивали праздничные вечерки, а в будние собирались в домах друг у друга по очереди за рукоделием с пением песен. В народных обычаях этот день связывается с началом свадебного сезона. Покров Богородицы ассоциировался у наших предков с фатой невесты. С 14 октября во многих местах начинались покровские ярмарки. В осенней ненастье шесть погод на дворе. Сеет, веет, кружит, рвет, сверху льет и снизу метет. Сейчас мы вспомним некоторые приметы осени, которые люди знали с давних пор. Если на покров ветер с востока, зима будет холодная. Если журавли на покров улетают, то зима будет ранняя и холодная. Также считалось, что если 14 октября погода будет теплая, то и зима будет такая же. А если на покров холодно, то жди сильных морозов. Обращали внимание и на то, с какой стороны на праздник покрова дует ветер. Вот и закончилось наше мероприятие, посвященное народному празднику покрова. Сегодня мы только на одно мгновение заглянули в волшебную книгу народной жизни. Перевернули ее осеннюю страничку. А впереди долгая зима с особыми праздниками, обычаями и традициями. И очень хочется, чтобы эти праздники русского народа вы не забывали. Ведь это часть нашей жизни.